Увны-автомобилисты должны очень внимательно следить за дорогой. Ваша природная агрессия и природный темперамент в эту неделю будут обостряться. Будьте сдержаны и гасите в себе раздражение. Ваши мысли будут заняты отдыхом и планированием каких-то длительных поездок и путешествий. И ваши планы будут сбываться. Очень хороший расклад идет тельцам. За эту неделю могут произойти какие-то судьбоносные изменения в вашей жизни. Эти изменения могут быть связаны с новыми знакомствами, с какими-то любовными историями или началом каких-то новых романтических отношений. Выпадает карта звезды в прямом положении. Это большая удача, ловите свою фортуну. Кстати, здесь идет маленькая подсказка. Забывайте все плохое и не держите в себе негативы. Для близнецов женщин эта неделя может принести не очень приятные новости, связанные с поведением или ваших детей или каких-то близких родственников, младше вас по возрасту. Не расстраивайтесь, будьте верными друзьями вашим детям, пытайтесь их понять. Для близнецов мужчин это неделя планов вашего карьерного роста или же планов в бизнесе. Раки, будьте очень внимательны. Не поддавайтесь лесте, не поддавайтесь лживым обещаниям, не верьте тем людям, которые пытаются вам понравиться. Эта неделя может быть опасной для вас в плане каких-то разочарований или финансовых потерь. Обратите внимание на свое здоровье. Обязательно. Ракам, которые страдают гипертонией или какими-либо сосудистыми заболеваниями, следует быть особо внимательными. Львы будут востребованы и дома, и на работе. Я бы советовала львам в течение этой недели обязательно проведать своих родственников, посетить маму, бабушку. Или если нет возможности личного присутствия, то обязательно созвонитесь. Этот разговор будет необходим для ваших близких. Для дев эта неделя – время для раздумий, а не для выбора. Вам необходимо 7 раз отмерять и 1 раз отрезать. Иначе могут быть финансовые потери. Не спешите. Девиз этой недели – лучше опоздай, чем поспеши. Для весов эта неделя будет достаточно сложной. Эмоции этой недели могут быть даже негативными. Вы можете столкнуться с чужой агрессией или какими-то неприятными высказываниями в свой адрес. Молчание – золото. Девиз этой недели для вас. Не отвечайте на грубость грубостью. Будьте сдержаны и внимательны. Позвольте людям ошибаться. Будьте благосклонны. И тогда фортуна не отвернется от вас. Эта неделя способствует удачным покупкам. Скорпионы, в течение этой недели вы можете как приобрести, так и потерять друзей. Будьте внимательны к советам друзей и родственников. Эти люди хотят вам добра. Вы можете этого не понять или не принять душой. Постарайтесь принять советы окружающих вас людей. Ваш верный советчик – это мужчина старше вас по возрасту. Если в течение этой недели вы подвергаетесь конструктивной критике со стороны вашего начальства, обязательно прислушайтесь. Потому что это может являться краеугольным камнем в дальнейшем продвижении вас по карьерной лестнице. Стрельцы захотят, возможно, свои грехи как-то исправить финансово, языком подарков. Я думаю, что в течение этой недели это сработает. Для стрельцов-мужчин, которые запутались в любовных отношениях с женщинами, это неделя – неделя развязки конфликта. Козероги в течение этой недели могут пребывать в депрессии. Какое-то слезливое настроение или нежелание ничего делать в себе нужно перебороть. Да, это, конечно, неделя убывающей луны. Здоровья и сил не пребывает. Но здесь должен включиться характер и сила воли. Заставьте себя сделать зарядку, подняться пораньше и выполнить весь список намеченных на сегодня дел. Возможны конфликты с женщинами. Особенно, если встретятся на одной дорожке два козерога в эту неделю. И особенно, если это будут женщины. Бойтесь конфликтов, будьте уступчивы. Для водолеев в целом неделя очень перспективна. Прогноз недели хороший. Прямая звезда, прямая сила, мудрые решения, мудрые поступки. Немножечко есть сомнений, колебаний. Но вы примете правильное решение. Поездки благоприятны. Встречи с родственниками благоприятны. Любые принятые вами решения сопровождаются звездой. Для рыб эта неделя немножечко печальна. У рыб может быть разбито сердце. Вы можете стать жертвой какой-то ситуации. Вас может обидеть близкий человек. Но это ненадолго. И вы должны с пониманием отнестись к тому, что это очень сложная неделя. И уметь прощать. По работе у вас не будет конфликтов. Вы будете наблюдать все конфликты со стороны. Они вас не затронут. Финансовое приобретение успешно. Редактор субтитров А.Семкин